Смольников и Хлусевич. То есть Смольников играет латераль, он закрывает всю гровку, а Даниил Хлусевич играет ближе к атаке. У меня есть подозрение, что они могут мешать друг другу, а здесь Зурико бьет половином и забивает. Да, очень здорово прошла передача. Первый гол тульского арсенала у себя на поле в этом сезоне. Зурико Давидашвили очень быстро открывает счет. Уже третья минута встречи. Ну и как же так провалился центр обороны Крыльев-Советов. Как-то очень легко Давидашвили получил этот мяч. Ну и что самое главное, достаточно прицельно пробил в самый угол. Давай смотреть, как это получилось. Пантелеев забрасывает мяч. А не было ли там, кстати, положения вне игры у Давидашвили? Ну, у нас есть система вар. Я хотел на самом деле об этом тебя спросить, учитывая, что ты был сверху. Но там все-таки динамичный момент. Действительно, без повторов нам не разобраться. Ну, отмечаем передачу Пантелеева в такой ситуации. Давидашвили очень здорово пробил из-под ноги Солдатенкова прямо в угол. Ну, тяжело было Ивану Ломаеву в такой ситуации прыгнуть и закрыть все пространство до штанги. Итак, Зарико Давидашвили. Третья минута. Гол защитен. Поздравляем поклонников Тульского Арсенала. Они ждали, что Арсенала победет в счете. Правда, это уже не первый случай, когда туляки в нынешнем сезоне...